Здравствуйте, меня зовут Марк Урванов, я профессиональный боксер, экс-чемпион мира. Вообще мне нравится быть перед камерой, я это очень люблю. Марк Урванов! Такую розовую возьму, твою любимую? Да. Пошли. Смотря на нее, ты просто смотришь и плачешь от счастья, потому что вот это твой ребенок, это твое. Как и все пацаны, пришел в бокс, его папа привел, папа был очень хорошо знаком с тренером, с его первым, с Монтыковым Ренатом. И вот он его привел в бокс, и вот так началась его спортивная жизнь. Вперед, да? Ага. Сюда меня впервые привел мой отец. Решили меня с мамой отдать в бокс, чтобы я мог за себя постоять, как минимум просто. У меня не было никаких целей, мне просто нужно было научиться себя защищать. Могу сказать, что Марк сразу отличался своими бойцовскими качествами, характером сильной волевой, желанием своим заниматься, и не просто заниматься, а добиваться именно успеха. Он всегда хотел быть первым, хотел добиться хороших результатов, стать лучшим. Ну, звездой можно сказать в боксе, именно в боксе. Ему нравится именно этот вид спорта. Я помню, когда здесь тренировался, только начинал. Первые тренировки. Мы с ребятами, там, тренер там дал задание, немножко адрикетцем. Мы бежим и начинаем по всему этому. Большое задание. Играть в прятки, в ляпки. Меня папа ловил, говорит, ты чего не тренируешься? Ну, там, час поиграем. Тренер жалуется, ты не тренируешься. Ловят меня так за шкирку, иди в зал. Я не хочу. Играет музыка. Были соревнования. Я получил золотую медаль. Я помню, это было в Новоуральске. Меня это замотивировало очень. Да, конечно, никакой школы не было. У меня просто, как у всех, там, ноги, там, пошел. Поднял руки, пошел. Кто кого перебьет, кто кого больше попадет. Никакого, наверное, замысла в бою не было. Это все появилось потом. И самый главный был интерес. Я поехал еще на один турнир соревнований, еще и еще. Где-то выигрывал, где-то проигрывал. И постепенно было через два, когда мне было лет 14-15, у меня созрела такая мечта, цель даже. Кстати, лепетистский чемпион. Равнялся на Константина Взю. И это для меня был очень большой, серьезный мотиватор. Снова. Так, и рефери Семен Стахеев принимает решение остановить этот поединок, что совершенно справедливо. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Как-так? Вот так? Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Ну, Марк был обыкновенным. Достался тяжело. В детстве болел сильно. Но так, гиперактивным. это все делал на 16 передаче даже не на 2 ну что сказать обижали до в школе бежали к директору школы вызывали разбирались маленький сопливенький такой был и этот ну да а потом бокс и как-то все пошло на кормилке я работал вот останов станки я не работал потому что там нужно было замеры все высчитывать как бы я даже как бы особо в этом не вникал просто на кормил очки горбелек сложил все доску сложил потом также бывало что горбуль накопится мы его загрузим в телегу и увозим там кому это на дрова продавать продаем а если это будет бери левой рукой правой дернешь на понятны можно я так сейчас спаррингу и помогаю жюри мазаряна его бой 23 марта я спали поляру помогают заодно себя форме держу так тренируюсь тренируюсь беру себя форму максималки чтобы в любой момент когда уже будет отобоя я мог спокойно стартануть и набирать обороты чем раньше наберу хорошую форму тем будет наверно лучше что я не буду подсказывать кошка есть она не с первого поражения помнишь помнишь эту фишку не мог ну как бы найти почувствуйте и она всегда мне проходила я хочу подсказать тебе как ее избежать то есть смотри с перевода я тебя обманывал показывал что буду бить в голову сам наклонялся и бил справа тебя сбивал дыхание до корпус и вещей я в этом движении бил сразу себе в печень тем самым коротко да тем самым я сбивал тебе дыхание ты не видел этого удара начинал вязать вот то же самое сделай здесь вот вот с этого когда ты его обманываешь и переводишь даст 1 сюда но справа до вот-вот-вот вперед сильно не заваливайся без своей дистанции да да работа непочатный край надо работать работать не на себя чтобы за его завоевали ремень потому что много нужно пролить поток крови чтобы стать чемпионом мира и он знает как никто другой чего ты чем ты должен пожертвовать чтобы стать чемпионом мира физически это одно расправлять физическим по-другому зубы раз и пошел делать там ор там орешь там вот я режет ты делаешь и когда ты не хочешь этот кураж это предлево предлеваешь что хочет обидки тяжело даже проще ты еще можно добавить то есть заходишь свой резерв туда еще это одно психологически это намного друг совсем другое и это даже наверно тяжелее физически что у меня помогает мотивация моя первую очередь моя моя семья моя семья и моя мечта добиться успеха они как два близнеца они одинаковые не характеры одинаковые все одинаковое даже как тебе вообще роль старшей сестры устаю потому что я с ней сижу почти каждый день а так ну и не знаю нравится мне вот когда она уже этом у меня три-четыре там к бабушке то скучаю уже расскажи ощущение когда родилась твоя дочка это были чувства какого-то взрослого мужчины зрелого мужчина но то же время смотря на нее ты просто смотришь и плачешь от счастья потому что вот это твой ребенок это твое это ты поймешь тогда когда у тебя будет свой ребенок и это прекрасный чувство и смотришь как она растет развивается это проходит очень быстро на самом деле уже четыре года прошло это полетела прям вспышка ну это прекрасно вообще мне нравится сериала криминального характера детективного что-то про ментов интересно я прям смотрю на актера как он играет как он преподносит себя я посмотрел у меня знакомый снялся в фильме думаю ничего себе а в душе это я оказывается и такой спору не хочу попробовать себя в кинематографе и меня это затянуло мне стало нравится мне нравилось быть перед камерой хоть я где-то и стеснялся и переживал что касаемо актерской карьеры да я хочу создать фундамент создать я хочу поработать с собой в этом направлении работы куча буду поступать буду учиться но с боксами завязывать не собираюсь бокс на первом месте в любом случае во первых я думаю нужно помнить для чего ты занимаешься понимать и помнить зачем ты этим занимаешься ничего тебе это нужно в процессе думать как-то анализировать что происходит с тобой это на самом деле это легко сказать и тяжелее сделать но когда человек это уже понимает глубоко в душе это уже думаю это уже маленькая победа самое тяжелое это борьба с собой победить себя чем-то есть но и и Продолжение следует...